На этот раз я отправляюсь в западный Техас в поисках гривистого барана. Эти животные обитают в труднодоступных местах и прекрасно маскируются. И даже если повезет увидеть одного из них, он тут же может скрыться вдали. Мое время подходит к концу. Либо я найду их, либо придется отступить. Я Стивен Ринелла. Для меня охота — это не просто преследование животного. Это моя сущность, неотъемлемая часть меня. Это добыча пропитания ради выживания. Это моя связь с корнями, это истинное испытание, это жизнь. В каждом из нас стоится животный инстинкт охотника и хищника. Я живу ради охоты, охочусь ради жизни. Я — охотник-собиратель. Охотник-собиратель Пикник на дне ущелья. Техасский гривистый баран. Техасский район Биг Бенд — один из самых отдаленных и диких регионов США. Эта местность сдерет с вас кожу. Температура здесь может колебаться от нуля до плюс 40 градусов. Здесь обитает одно из самых выносливых и неуловимых животных в мире — гривистый баран. Это животное родом из Северной Африки. Небольшое число особей было завезено в юго-западные области США в начале 20 века землевладельцами и охотничьими организациями. Гривистый баран известен главным образом по слухам. Чтобы увидеть его своими глазами, нужно выбраться в пустыню и прочесать ее. Я разобью лагерь, спрячу снаряжение, а затем до самой темноты буду выслеживать баранов. Ты только посмотри. Как будто специально для меня. Площадка для лагеря с пещерой. Здесь все почернело от огня. Видите? Все в саже. Видимо, здесь нередко останавливаются туристы. Посмотрите. Давным-давно кто-то здесь изготавлял орудия труда и охоты. Вот большое лезвие. Заточено по кругу. Тупая сторона прекрасно ложится в ладонь. Представляю, как этим пользовались. Держите вот так, и у вас есть нож. Это называется рубило. Его изготавляют, скалывая с обеих сторон камни лишние части. Этой штукой можно ломать кости животных или снимать с них шкуру. На гривистых баранов с этой штукой не охотились. Их здесь тогда еще не было. Это частичка истории охотников, живших здесь, и я горжусь тем, что являюсь частью этого наследия. Хотя мы многого не знаем о тех древних культурах, нам известно, что они ели мясо и старательно добывали его. Я обнаруживаю первые следы млекопитающих. Помет. Кто-то с крупными зубами. Могу даже сказать, что он съел оленя. А может быть и гривистого барана. Все местные пастухи говорят, что гривистые бараны не стоят на месте, постоянно кочуют. Может быть, я их не вижу, потому что не могу их обнаружить. А может, потому что их здесь просто нет. Представьте, что вы оставили бумажник в ресторане и не знаете, где его потеряли. Хоть вверх дном весь дом переверните, все равно не найдете. Думаю, мне нужно подняться выше, к этим острым скалам, чтобы найти добычу. В любом случае, внизу мне ничего не светит. Субтитры подогнал «Симон» А вот и кучка навоза. Гривистого барана можно спутать с чернохвостым оленем. Я настоящий знаток помета. У меня даже своя коллекция есть. Разбросанные шарики помета вполне могут принадлежать оленю. А вот место, где они лежат, может сказать больше. Если это скалы, и на них есть лежка, то наверняка это помет барана. А вот что-то новое. Очень свежий бараний след. Видите вытоптанную тропу? Повсюду помет, следы и лёжки. Видите углубления, примятую траву? Этим проходом через скалы часто пользуются. Я пока ничего не видел, но нужно было подняться сюда, чтобы понять, где ходят бараны. В идеале сюда лучше не заходить, чтобы не вспугнуть добычу. Но мне нужно понять этих животных. То, чему я научусь сегодня, я смогу применить в следующем году. Я уже больше не пойду сюда, но буду наблюдать со стороны. Пока же мне надо понять, что делают бараны и где их искать. Это своего рода сделка. Мен, теряешь место для охоты, получаешь знания. Начиная поход, я даже не представлял, где искать баранов. Теперь же у меня есть хорошая подсказка. Нужно применить новые знания на охоте. Охотник-собиратель Сегодня я буду осматривать ущелье из тех самых скал, где я вчера нашел следы гривистых баранов. Подо мной большая лужа крови. Как будто хищник разорвал здесь кого-то на части. Весьма многообещающая лужа. Кому-то здесь очень не повезло. Местность здесь чрезвычайно неровная, скалистая. Какой-то безумной камуфляжной окраски совершенно разных оттенков, от белого до шоколадного. Очень много бежевого, как раз под цвет шерсти баранов. Я уже вдоль и поперек осмотрел этот склон. Гривистые бараны – самые трудноразличимые животные. По шкале от 1 до 10, где 1 – это белохвостая олень на люцерновом поле, заметить которого проще всего на свете, а 10 – это, скажем, гамма-излучение, Гривистый баран получит оценку 9,5. Всегда можно сказать, что там ничего нет. Но разве можно знать наверняка? Ненавижу сидеть на месте, которое кажется лучшим из возможных наблюдательных пунктов, и при этом ничего не видеть. Не найдя гривистых баранов, я вспомнил, что натолкнулся на несколько стаек перепелок. Одна из стаек была совсем рядом с моим лагерем, поэтому ближе к обеду я решил ненадолго сменить ружьё на дробовик. Мне жаль отрываться от основного предмета охоты, но мне нужен стимул. Нужна пища. Вот так-то лучше. Найс. Отлично. Вот она. Красота. Их едят не потому, что это дичь. Их едят потому, что они вкусные. К примеру, вы впервые приглашаете к себе домой девушку и готовите ей ужин. Приготовьте ей перепелку. Она ей понравится. И вы ей тоже сразу понравитесь. Теперь птицу нужно ощипать и приготовить. Я прихватил с собой большую чугунную жаровню. В ней-то я и приготовлю дичь. Это не знак неуважения. Просто я очень тороплюсь снова вернуться к охоте на баранов. Большая часть моих продуктов для приготовления мяса гривистого барана. Обычно я просто иду по магазину или по своему саду и беру всё, что попадёт под руку. Лук, перец, картофель. Вот вам жаркое из перепёлки. Соль, каенский и чёрный перец. Хорошая походная еда. А лук получился хрустящим. Очень хорошо. Весь сахар из него вышел. Если перепёлка приготовлена правильно, она будет разделываться так же, как и хорошо приготовленная курица. Легко и нежно. Как по мне, так перепёлка лучше из пернатой дичи. А теперь загадаем желание на этой косточке. Если она сломается вправо, и большая часть останется у меня в руке, значит, я найду барана. Если она сломается влево, и большая часть будет в левой руке, я его не найду. Баран. Сегодня. Охотник-собиратель Несмотря на удачное предзнаменование, я всю вторую половину дня провёл, осматривая ущелье, снова впустую. Гривистые бараны. Хорошие новости. Видимо, они только что вышли. Какой задира. Вот она, безумная ярость старого света. Матёрые бараны. Сейчас до них слишком далеко. Если бы мне удалось спуститься ниже края скал, бараны не смогли бы меня заметить, и я мог бы к ним приблизиться. Но чтобы попасть туда, мне придётся пересечь абсолютно голый открытый участок местности. Рискованно. Но это единственная возможность подобраться к ним. Это был очень глупый поступок. Но всё получилось. Если что-то ищешь, ты можешь это найти. Но тогда уж не отводи взгляд. Ни в коем случае не отводи. Мне не по себе от мысли, что сейчас я выйду из-за холма и не смогу найти баранов. Сейчас-то у меня хоть прикрытие есть. Бараны направляются вверх по долине. И мне нужно не отставать от них, при этом приближаясь к нижней кромке скал. Скоро сумерки. Очень не хотелось бы откладывать охоту до утра, ведь я не знаю, где эти бараны будут утром. Бараны спускаются по склону. Это хорошо. Идите, идите. Нужно выжидать в надежде, что они спустятся. Из-за темноты я не могу ждать слишком долго. Вижу голову барана. Я все жду и жду, чтобы выстрелить ему в грудь. Вижу только рога. Только рога. Слишком темно, ничего не выйдет. Черт возьми. Еще бы пять минут. Это невероятно. Почему, почему, почему? Неохоты. Часы преследования. И все закончилось тем, что он растаял в темноте. Может быть, завтра они все еще будут здесь, ведь я их не вспугнул. 50 на 50, что я завтра смогу их найти. Если найду их, пойду за ними и сделаю свое дело. Но завтра мой последний шанс, последний день. Если ничего не выйдет, значит все. Если завтра нужно будет быть агрессивнее, значит так тому и быть. Охотник-собиратель Сегодня утром очень ветрено. Я поднялся на рассвете, чтобы вернуться на тот склон, где вчера вечером оставил баранов. План все тот же. Но, может быть, сегодня мне повезет больше, и у меня все получится. Там, сразу под скалой, молодой баран. Одиночка. Вряд ли он видит меня. Прекрасно. Но он слишком далеко. Он растерян, и это хорошо. Но мне до него пока что не добраться. Мне нужно приблизиться к нижнему краю. Передвижение на карачках не самый лучший способ знакомства с Техасом. Повсюду здесь шипы и острые камни. Он стоит спиной к скале. Знает, что оттуда опасность не придет. Его утренняя кормежка. Я все ближе к краю скалы. И вот я у края скалы. Сейчас мне бы найти его здесь. Но он уже двинулся вниз. Он достаточно далеко спустился. Наверное, он куда-то спешит. По его движениям видно, что он напуган. Теперь я вижу, почему он побежал. Он присоединился к стаду, который я видел вчера вечером. Я пойду за ними следом. Моё время подходит к концу. Либо я снова найду их, либо придется отступить. В горах всегда одно и то же. На расстоянии все выглядит намного проще, чем вблизи. Я будто бы километров сто за сегодняшний день прошел. Здесь запросто можно шею свернуть, ползая по этим горам. Не очень-то разумно так делать. Но я не знаю, как мне еще поступить. Но, по крайней мере, я начал спускаться. Я спускаюсь все ниже, и теперь я на одном уровне с ними. Нужно будет снова отыскать их. Последний раз я их видел, когда я был далеко отсюда. И они уходили. Может быть, у них где-то здесь лёжка? Вот они. О, нет, они... Ну вот и всё. И как их догнать? Смотрите, как они убегают. Чёрт возьми! Я поднялся, даже не зная, что меня ждёт. Гривистые бараны, бегущие со скоростью 50 км в час в 350 метрах. Не лучший вариант для выстрела. Они неуловимы. Просто неуловимы. Такой тяжёлой охоты у меня ещё не было. Я запомню, как выглядят эти бараны так же, как я запомнил бы, если бы я подстрелил одного из них. В конце концов, я проиграл гонку неуловимому животному, увидеть которое, скрывающимся с бешеной скоростью за скалами, уже счастье. Охота — это не только удача или провал. Это ещё и путешествие. И здесь, в Техасской пустыне, я могу с уверенностью сказать лишь одно. В следующем году я вернусь, чтобы снова попытать счастье. Программа к показу подготовлена компанией SDI Media. Перевод Ивана Шалагинова. Текст читал Евгений Равдин.